Правая педаль как газ, левая как тормоз. Можно не держать ноги, они фиксируются. В теории мы можем сразу бросить шарик в центре. Еще покажу такой лайфхак, как сделать так, чтобы глина точно не соскочила с круга. Немножечко смочу диск, отщипну кусочек. Если боитесь отщипывать, я вам дам ваших идеальных глиняных шаров. Это ваше первое воздействие в варенье. И я ставлю луку с глиной на место. Немножечко распределяю. Сейчас такая будет площадка для дополнительной системы глины с глиной. В случае, когда бывают кончарные круги без резьбы. Вот это идеальный способ, чтобы глина всегда была на центре. И мы работали уже на центровке. Делали на достаточно длине, которая примерно знает, где этот центр. Такую можно не очень большую, примерно, по центровке. Устанавливаю. Глина может быть вот такая вот. Главное, чтобы она была подлинной. Ровной, где-то без пузырей воздуха. Потому что, когда будет пузырь воздуха, он будет создавать биение. И мы себе просто лишнюю работу сделаем. А вот теперь, в самый ответственный момент, я делаю сильный бросок, стремясь к центру. Не важно, чтобы вы попали прямо четко сейчас прямо на центр. Вы подлинили шарик, да? Важна именно сила броска. Чем сильнее бросите, тем лучше состыкуется. Бросаем и пододвигаем. Для этого нам сейчас эта глиняная площадочка вот хорошую такую службу. Какой антистресс вообще? Угу. Одной рукой я нажимаю на центр, чтобы закрепить дополнительно по центру и боковой части ладошки правой. Все правши, есть левши, следовательно. Ну, тогда вот мое объяснение должно быть корректно. В плане того, что круг будет вращаться от вас, да? И все движения мы будем делать от себя на круге кончанном. Например, в Японии или левши гончают на себя. Круг вращается на них, они гончают по другой стороне. Тут примерно как с машиной, когда просто колоннельные и левые рулиные бывают. Странно, есть несколько тактов двух сторон. Есть, да, вот есть кнопка реверса. Круг будет вращаться сейчас на меня. То есть я буду гончать по другой стороне. Ну, это просто скорее зависит от того, какой полушарий у нас ведущий, как нам комфортно. А так приятнее, мне кажется, когда вам нравится раскальзывать. А, кладошки, да. У себя, то есть не то же на психологическом. Уфортно. Проверяем обязательно перед запуском, чтобы кусочек никуда не двигался. Для этого мы всю эту работу не продем. И главное не делаем это мокрыми руками, да? Иначе мы будем скользить и будет такая немножко у нас нестабильная эта вся работа. Все сделали с этими руками. Затем, да, главный элемент. Вторая стихия у нас мы включаем. Здесь у нас земля. Теперь вода. Скай. Ооо, я прямо. Ну да, и на вся. Угу. Добавляем водичку. Да, и керамика это такое движение в сердце. Да, и эфир тоже. Концовочный. Можно потерять его где-нибудь в ликере. Ликер это жидкая грима, которая будет у меня оставаться в процессе работы. Смотрите, да. Для чего и что нужно знать о гончарных изделиях, это то, что в основе каждого гончарного изделия, да, почему они круглые. Житость вращения, это такой идеальный центр. Я предлагаю нам сегодня использовать такую визуализацию, да, как будто у нас есть вот эта ось, палочка прям. И мы будем с ней нанизывать, на нее прям, да. Тогда будем сейчас подтягивать глину вверх для пельминки. Это будет первый этап центровки, конус. Будем такой треугольничек выводить из глины вверх. И затем будем опускать в плоскость шайбу. Это самый треугольник и такой вот прямоугольничек полусфера. Как это сделать, да. Положение тела всегда должно быть четкое, стабильное, спина не сгорбленная. Руки в очень четким углом лежат вот так вот локти, да, на бедрах. Работаем мы, то есть насколько у нас стабильные руки, настолько у нас будет стабильно вести себя глина. Она чувствует каждое наше состояние, движение. Если мы где-то отлетели и мы уже не с глиной, это сразу отразится. Вот нужно быть вот в моменте и слушать свое тело, главное. Какие движения мышц нам, да, дают изменения, да, в работе. Потому что вот вытянуть даже вверх потребует от нас физического усилия. Я буду вот сейчас подтягивать вверх. Сейчас два способа покажу. Выберите, какой вам комфортнее. Можно двумя ладошками вот этой части, да, вступаем немножко от пальцев. Посмотрите, где у вас эта плоскость, почувствуете ее, да. Выдите давить именно ей. Нужно почувствовать, что вот это. Потому что мы в повседневной жизни привыкли энергетический импульс направлять в пальцы. Мы очень много пальцами делаем. А здесь нам надо подключить вот эту вот ладошку. Ну, как в спорте, да. Мы же вот когда опираемся, да, мы не на пальцах делаем, а вот на ладошке. То есть вот с дыром силы здесь. И вот этой частью я начинаю глину, вот про большую скорость на центровке задавать. Начинаю подтягивать ее вверх. Вот сейчас такой конус горочка. Первый проход я сделаю такой тщательный, чтобы у меня глина очень хорошо перемешалась. Включаясь небольшими количествами глины, там, да, килограмм, полутора килограмм, можно довольно высокую вытягивать, не боясь. Когда у нас уже больше двух килограмм глина, там немножечко принцип центровки будет другой. Видите, да, сейчас я... Сейчас я... Сейчас я... Сейчас я... Ну, как-то про любовь. Каждану, вы помните, она их всех учит. Мастерствуется. Я иногда себя так душу. Видите, я сейчас подтягивала вот эту часть. Это второй способ. То есть, либо вы одинаковое давление осуществляете вот этими частями, да, в плоскости. Вот так вот вверх, да. Либо вот эта одна держит, а вот эта подтягивает вверх. Так тоже можно. Это довольно удобно, потому что после этого мы перейдем к опусканию нашего конуса. Суфона должен быть вот такой вот стройный и стабильный. Это первая особенность. Это винт. Лина будет всегда таким... Сейчас, быстрее, пошла по центру. Надо вернуться вот сюда на левку. Почему? Все хорошо. Все получится. Да? Сейчас видно четко, да, что вот я показала мне, где у нее ось вращения. Это ключевая задача для того, чтобы у нас, в принципе, изделие было ровное. Да, нам нельзя отходить от этой оси. Это основа всего. Затем мы будем опускать вниз. Сейчас у нас такой конус. Мы будем опускать в шайбу. Для этого, для тем, кто будет вот так подтягивать, нужно будет просто накрыть сверху ладошкой. Можно руки не размыкать. И повести сразу. Здесь очень важно, чтобы правая рука, которая у меня держит упор, была стабильная, ровная, на одном месте. Мягко-мягко-мягко. Всегда смачивайте, чтобы было нужное скольжение. Я чувствую вот тот вариант кружки. Разбитый пол кривой. Это нормально. Смотрите, да, вот ощущение от отцентрованной глины такое, как будто она стоит на месте. Но сейчас я сделаю только один проход вверх-вниз. Мы сегодня договаривались, что мы делаем несколько таких проходов. Три-четыре, вверх-вниз. Хорошо? Для того, чтобы качественно промять глину. То есть первый проход самый высокий конус, самая качественная проминка. Сейчас я сделаю такую вот, уже из этого, больше похоже на горочку. Видите, да, что глина, вот у нее уже ось. Вот она показалась. Можно так вот закрытыми глазами. Особенно попробуйте очень хорошо отцентровку сделать. Потому что это все на ощущениях. Руки лучше пойдут, если глаза закроются. Тяжело это делать, да? Сейчас сил много надо. Ну, у нас, ну, часто мне кажется, что не много. Но, в принципе, да. Если вот не привыкли работать, да. То есть какие-то мышцы у нас не задействованы в обычной жизни. То, конечно, мы... Просто, скажем так, эти силы есть у всех. Просто их нужно из себя достать. Дай здорово. Смотрите, да. То есть мы сразу на этом этапе должны решить, какое изделие по ширине мы будем делать. Потому что ширина вот этой шайбы, это ширина нашего будущего изделия. Донышко именно, да. Диаметр нижний. Если мы хотим узкую какую-нибудь цилиндрик, чашечку, вазу, да. Но я могу исходить из вот такого вот. Да, количество. И ширины вот такой. Если я хочу сделать поуже, я приобнимаю, сдавливаю вверх. Да. Хочу сделать пошире, сдавливаю вниз. Понятно, да. Главное, чтобы глина вот была ровная. Никуда. А если чашка от низа вверх расходится? Немножечко мы сужаем там дополнительно стэками. Видишь, что даже я сейчас немножко тоже себе дала сужение, чтобы форма была красивая. Вот если есть задача прям ровный-ровный цилиндр, мы ее немножко просто... Ну, здесь можно даже не боясь стэком пройтись. Я всем положила такие деревянные разные стэки. Не, не надо. Сейчас не буду использовать. Вот. Следующий этап. То есть я отцентровала, зафиксировала. Вижу, где у меня ось вращения. Только, да, после того, как мы отцентровали, мы можем пройти вглубь. Потому что мы теперь знаем, где у нас эта ось. Мы должны четко вот войти внутрь. Ножка я сейчас нарезала, куда я пойду. Налила туда водички. Вот посмотрите, да? Большой палец левой руки. Левая кисть обнимает, прям фиксирует стеночку. И указательно мы проходим внутрь. Важно сделать это четко за один проход. Вот примерно я дошла и оставила где-то вот такой вот толщин донышко. Это примерно пол сантиметра. Это такая, получается, вот так. Это оптимальная толщина и для стенки, и для донышка. В случае, если мы не делаем такой элемент, как проточка. Проточка – это когда мы дополнительно вытачиваем часть на донышке. Вот это такой левел уже гончарного ремесла. Все впереди. Вот. Сегодня хотя бы можете, то есть вы отталкиваетесь от того, от вашей задачи. Вот. Сегодня хотя бы пол сантиметра. Главное не протыкать насквозь. Слишком толстый тоже не оставляй, потому что, да, в случае просушки, может пойти трещинка. Длина будет неравномерно высыхать. Сейчас я сделала разводку дна. Большины пальцами, ку горизонтальной линии я увеличила внутреннюю емкость цилиндра. То есть мы из такого конусного сделали более прямоугольный. Вот это можно сделать уже в несколько этапов. Прокалываем договоримся, да, за один раз. Мягко. То есть наметили и прошли внутрь. У меня получилась такая вот шайбочка, да. Моя теперь оставшаяся задача вывести ее вверх, да, за счет толщины. Вот. Я буду выращивать ее и делать более тонкой. Опорой у меня будут служить подушечки правой руки. А вытягивать я буду безымятным и средним. Можете одни, можете двумя. Посмотрите, как у вас органика ладони. Вот как вам комфортно, да, естественно. Здесь нужно тело, чтобы вы почувствовали. Если вам будет, вот, скажите, у меня есть там, мне некомфортно. Какой еще способ может быть вытягивания так, чтобы мне подошло. Я расскажу еще о каких-нибудь вариантах. Можно пальцами подтягивать, да, выращивать. Ну вот советую вот такой. Для новичков максимально большая плоскость воздействия получается. И такой глиняный серфинг начинается. Я подтягиваю волну снизу и начинаю вести вверх. Ножка цилиндра начинает расти. Моя задача, чтобы он был однородный. Волны, если вы внутрь смотрите, видно где она идет. Изделие при этом не теряет стабильность. Сейчас у нас такая вот хорошая толщина. Примерно вот такую нужно оставлять. Какие вам формы показать? Что интереснее всего, как мисочку сделать или как закрыть форму? Закрыть форму, да. Закрыть, да, вот так вот. Аккуратненько начинаю прикрывать. Если бы я делала вазу, то я бы сразу просто отставила бы здесь еще количество глины дополнительное. В толщину именно. Тогда бы горлышко вывозило из него отдельно. Там вот получается тело вот так вот кончается, как я сейчас делала. Тут у меня остатчик глины. Я его отдельно веду на сужение. Прямо закрываю вот так. Вот так получается ваза. Я одновременно протягиваю стеночку и немножко закрываю. Вот такой вот шарик. Может быть корошок или просто какая-нибудь гонская вот такая пиава простая. Закрывающее движение, да, сейчас понятно. И затем, да, всегда прикрываем мы. В связи в том, что гончарные формы, они всегда идут на расширение. Если мы хотим лежать ее в сужении, нам нужно постоянно каждый проход, мы приобнимаем к центру и приобнимаем каждый проход. Чтобы повыше сделать, можно мягко ладошками тоже присобрать ее. Она меняет форму вот так. Можно даже какие-то колемочки сделать. Животик вот так. Животик можно продамить. Сейчас я горшок уже классический показываю. Смородная какая-то керамика пошла. Вот. Что будете делать из этого мисочку, да, можно просто развести в сторону. В тарелку я тебе еще отдельно покажу. Тарелочку, да, мы шайбу делаем максимально широкую, такую, как мы хотим тарелку, примерно по дну. Просто немножечко отщипываем на бортик. Давай еще одну трансформацию. Еще сделаем. Вот я скорость не сбрасывала, я, в принципе, на больших скоростях работаю. Вы немножко сбрасываете. Хорошо, внутрь прошли, немножко сбросили. То есть постепенно, когда уже такая тонкая история, я иногда экстремально, мне кажется, в самом начале. Вот. Вы чувствуете еще скорость комфортную для себя. Можете поменьше взять на центровке. Вот. И немножко потом уже сбавляйте. Если я сейчас раскрою, да, то на сужение у меня потом не пойдет она, конечно, так сильно, да. Потому что глина, она запоминает это растяжение. Вот. У нее, ну, скажем так, такая точка невозврата. Она растянулась, и она потом уже, может пойти немного на сужение, но она, или в какой-то момент она просто на счет гармошкой складывается. У нее уже структура растянулась слишком. Вот. То есть, если он накосячил, он не возврат. Ну, скажем так, да. То есть, какая-то, например, из такого даже. Я сейчас попробую пойти на сужение. Ну, вот, вы увидите деформацию. Здесь вот я ее чувствую уже. Она там есть. Потому что у меня уже растянутая широкая форма. То есть, из этого я только небольшое горлышко могу сделать. как миска получается. На ножки можно ее сделать. Вот. Понятно пока, да? Все, готовый убой? Да. Да. Перед мы будем обязательно высушивать ваши изделия. Вот так вот будем убирать губочкой воду. Аккуратненько. Вот таким инструментом, деревянным стеком, можно немножечко дополнительно форму подработать. Ну, где-то ей придать округлость. Вот. Из гипстека поставить. Хорошо? Хорошо? Хорошо.